Дева наклонилась надо мной Ярко-красные губы и белые острые зубы Губы ее прошли мимо моего рта и остановились над самым горлом Я ощутил прикосновение двух острых зубов Я закрыл глаза в томном восторге и ждал, трепеща всем существом Наивный герой Брэма Стокера Не знал он, что участь его решена Ведь Дева, поцелуй которой он так жаждал, вампир Хотите верьте, хотите нет Но в студии шок-шоу женщина-вампир Сандра, прошу пожаловать Сандре 25 лет Первый раз она попробовала живую кровь, 18 Сандра, у вас с детства такие ярко-красные губы? Нет, не с детства Скажем так, только на передаче Только на передаче, это значит, что помада, которую вы использовали в этот раз, ярко-красного цвета А почему вы закрыли глаза темными очками? Дело в том, что я не люблю яркое освещение Солнце Вообще Но я могу снять очки, пожалуйста А какое освещение вы предпочитаете? Темноту? Сумрак Не совсем темноту Не совсем ночь У вас такая белая кожа Вы в эти жаркие июльские дни не бываете на солнце? Нет Я вообще не люблю загорать Дракула и все вампиры, о которых мы читаем в этой литературе, они отдыхают днем в гробах, в усыпальницах, в саркофагах А как отдыхаете вы? Ну, это было бы слишком шикарно, иметь собственный саркофаг или гроб Ну, так сказать, чтобы приблизиться к реальности, но мне кажется, что кровать удобнее Жизнь есть кровь, вскричал граф Дракула, превращаясь в вампира И было это уже в зрелом возрасте А когда вы впервые почувствовали, что вам что-то необходимо? Ну, это было, наверное, мне было лет 18 И первый раз я вообще даже не поняла, от чего я хочу Потому что мне приснился сон, довольно страшный Вообще, такие кошмары людям снятся очень редко Ну, вот мне приснился такой кошмар, что моя подруга, ну, на тот момент она, значит, была очень увлечена Богом, верой в Бога И она, значит, как-то так мы с ней разошлись, как в море кораблей И вот мне, значит, снится такой ужас Такое, что я прибываю на остров, где строится новая церковь Ну, и на этом острове, значит, что-то меня тяготит Как-то я начинаю замечать, что люди исчезают вокруг меня То есть один исчез, другой исчез, вроде бы некуда Остров не обитаем Пароход ушел Мне стало не очень приятно То есть было 10 негритят, потом стало 9, 8, 7 И вы чувствуете, что подходит ваша очередь Да Вот такое вот было, такое чувство, что вроде как следующее буду я, наверное Вот, ну, я, значит, к кому идешь? Кому никого не знаю, кроме подруги Я иду к подруге, значит, говорю Понимаешь, такое дело, мне вот кажется, что здесь что-то не то А она мне говорит, ай, ерунда, тебя Бог дурит Перед этим, значит, когда мы только прибыли, я наблюдала, значит, двух собак Вот две собаки, черные и белые Ну, за кем смотреть? За людьми я их не знаю За собаками Вот И я за ними наблюдала, как они играются А тут смотрю, что-то они исчезли Ну, мне совсем неинтересно стало В общем, наверх захожу, думаю, надо пойти в какую-нибудь комнату Зайти, подумать, с собой наедине остаться Значит, открываю дверь, а там стоит половина одной собаки, половина другой У него такой взгляд был Я, наверное, до конца жизни не забуду Потому что это, ну, не животный взгляд В общем, мне стало страшно, я этой дверью хлопнула Побежала опять к подруге Она говорит, ерунда Это сатана Не обращая внимания, все пройдет Вот И что-то вот мне так показалось Что я вроде как знаю, ответ ко мне пришел Что это, значит, во сне Это оказалось, значит, такое невидимое существо Которое становится видимым только в момент броска на человека Вот и тут я спускаюсь по лестнице, значит, в очередной разочарованное Мне еще более нехорошо, потому что я его чувствую, присутствие это Вот, спускаюсь по лестнице, и там, значит, стоит такой Как оранжерея, кустик Такой, ну, по идее, входов-выходов нет, сквозняка нет, ничего не колышется А тут я смотрю, что-то он мне как-то мерцает Вдруг я вижу с этого колыхающегося места протягивается такая лапа Ну, не человеческое, не животное Вот, как на рисунках анатомии, такие одни вены Но они ярко-зеленого цвета Вот, и я так подозреваю, что когти там тоже есть Поэтому я инстинктивно чисто отпрянула от нее Но она меня коснулась, ну, так Не зацепила, не захватила Вот, такое пережила Вот, и я проснулась с этим чувством Вы пытались проанализировать свой сон и осознать те смутные желания, которые томят вас? Сначала, да Сначала я вообще пыталась понять, в чем дело, но не смогла, потому что Мне все время казалось, что оно где-то рядом, это существо Что оно присутствует, что оно рядом за мной, где-то там, в общем А потом, вот, уже когда прошел этот первый стресс, да, целый день я так отходила Вот, и на второй день я стала думать Во-первых, у меня начались какие-то непонятные приступы Да, то есть мне что-то хочется, я не могу понять, чего Мне плохо, у меня дискомфорт Такое, вязкое такое ощущение, ну, очень неприятное Такое впечатление, что спазм какой-то желудочный был такой Стянет, я уже таблетки пыталась пить Но все равно, хотелось чего-то, вот, что-то хотелось Не могла понять, чего Вы к кому-то обратились за помощью или справлялись с этим состоянием сами? Поначалу справлялась сама Ну, довольно долго справлялась сама Ну, как разговаривала, там, говорила родителям, что вот, что-то хочется, чего не знаю Ну, вот, вроде не болит ничего, а иногда бывает так плохо, что невозможно Не понятно, чего хочу, пробовала, там, бананы кушать, там, что-то еще Вот, покупала какие-то фрукты, ну, экзотические Ну, пыталась найти, что мне, что мне надо вообще Сладенькое, солененькое Да, все перепробовала И когда же вы осознали, что эта кровь манит вас? Совершенно случайно Вот, я пошла на день рождения Друг пригласил, значит И у него, ну, была компания, в общем, я и там мало знала эту компанию Я знала только этого человека, именинника Вот, и кто-то случайно порезался на этой компании И все Именинник меня оттуда увел, потому что я Во-первых, до меня дошло, что мне надо Ну, вот, а во-вторых, я просто не смогла на это спокойно смотреть Вот, я там чуть не упала Меня оттуда увели бочком Я посидела на диване, а все прошло А какое желание у вас родилось, увидев эту струйку крови? Отчего вам стало так плохо? От вида крови? Многие боятся крови Нет, не от вида Вот, как раз от вида крови становится немножко иначе плохо Вот, а тут просто появилось желание, наверное, напиться Коснуться губами, не знаю, потянуло Для вас самой это желание стало шоком, вас тянет крови Да И осознав это желание, вы сразу же стали искать возможность удовлетворить его? Нет, я не искала сразу Я просто ждала очередного бунта в моем организме Вот, и когда он произошел, я его перенесла молча И довольно долго переносила Ну, до определенного момента, конечно Когда-то все стало уже нестерпимым Тогда уже пришел на помощь человек И кто же был тот первый, чью кровь вы попробовали? Это была моя подруга Причем одна из близких моих подруг Ну, она сама предложила Еще раз тебе так плохо До нее уже дошли слухи о том, случай на вечеринке Там, мальчик язык за зубами не держал Вот Она сказала, что если хочешь, на Я не отказалась Сандра, а что же больше всего возбуждает в вас крови Запах, цвет, вкус? Наверное, осознание просто Что это кровь А какой вам кажется кровь на вкус? Ну, вкусный Горький, соленый, сладкий Ну, такой Соленый Ну, вообще у всех разная, конечно В основном, соль Такая Немножко солоноватый вкус А нельзя это заменить соленым огурчиком? Селедочкой? Пыталась, знаете, не получается Организм говорит Не хочу селедочку, хочу кровушки Ну, любое желание стремится к удовлетворению Будь то потребность в хлебе Или потребность, как в вашем случае, в крови И когда вы, наконец, удовлетворили свое желание Что вы испытали? Что ощутили? Ну, во-первых, ничего не... Все перестало болеть Вот Разом Так, ну, было немножко такое чувство блаженства Ага, наконец-то Вот, а потом Спокойствие Умиротворенность Вот Наверное, более точное слово Сандра, скажите, а как это происходило? Это была такая же сцена, как, например, в романе «Вампир» Она опустилась на землю, бесчувственная, как дьявол И продолжала прижимать жертву к своей груди Рыча, как собака над костью Жертва вдруг резко вскрикнула и застонала Потому что дьяволица впилась ей в горло Бедная жертва Это было так? Нет Нет, это было не так Просто человек... Ну, как? Я у нее спрашивала Как? Не будешь же ты себе пальцы резать там или что-то? Она говорит У меня есть скорификатор Такая штучка, который прокалывает пальчик, когда кровь берут на анализ в поликлинике Всего-навсего? Да Вот она проколола себе пальчик Точнее, она просила меня это сделать Потому что сама себе как-то сложновато было по первому разу Вот Но у меня нет такой преграды Поэтому Этого мне хватило Вы укололи ей палец Да Выжила из него все, что могла И все Я должна успокоить слабонервных любителей литературы ужасов В жизни, оказывается, все не так страшно Рекламная пауза Струйка крови на порезанной руке заставила героиню шок-шоу вздрогнуть Она поняла Это то, к чему были устремлены ее желания Сандра, скажите А вам все равно, чьей кровью удовлетворять свое желание? Донор имеет значение? Ну Если сравнивать с точки зрения, чего пить То все равно А если с точки зрения нравственности То, наверное, все-таки имеет большое значение И каких доноров вы предпочитаете? Старых, молодых? Ну Молодых, безусловно И Ну, скажем Друзей Все-таки Так что вы своих доноров Находите среди своих друзей? Да Только? Только Чужого человека я просто не знаю Я не знаю, что у него А друга своего я знаю, насквозь вижу А что заставляет ваших доноров прокалывать себе палец и давать вам кровь? Ну, палец прокалываю им я Вот А что заставляет давать кровь? Вот это я не знаю А на ваш взгляд, Сандра, донор, помогая вам, он получает удовольствие? Вряд ли Не знаю А впрочем, что мы все Сандру расспрашиваем о доноре Внимание Мы даем вам уникальную возможность услышать и увидеть жертву вампира Приглашаю Анжелу Анжеле 20 лет И 2 года она подпитывает Сандру своей кровью Анжела, скажите, вы читаете книжки про вампиров? Так иногда В принципе, я не увлекаюсь ими А вампиризм вы принимаете всерьез? Трудно сказать В принципе, я его не принимаю всерьез Но иногда вроде начинаю верить А как вы прореагировали, когда Сандра первый раз предложила вам порезать палец и удовлетворить ее желание? Ну, она мне не предлагала Она просто рассказывала, что у нее были доноры Что ей нравится кровь Что у нее есть такая потребность Но мне как-то в голову не приходило ей предлагать Просто так случайно произошло Мы сидели, пили кофе И я себе бутерброд решила сделать Ну и случайно порезалась, пока хлеб резала А потом, когда на нее посмотрела У нее такая реакция была интересная Глаза сразу на руку ставились Облизнулась так Мне ее жалко стало Я протянула руку Но ведь очень часто, когда дети уколются, например, иголкой Мать отсасывает эту капельку крови И даже не смазывает после этого ранку йодом Ничего необычного в этом как бы нет Для вас тоже не было ничего в этом необычного? Вроде бы не было А что вы почувствовали, когда Сандра стала сосать ваш палец? Мне щекотно стало Анжела, а слышали ли вы, что укушенный вампиром сам становится вампиром? Слышала И как вы к этому относитесь? Ну я-то вампиром не стала Да, конечно Это придумали те авторы, которых я сегодня цитировала Авторы литературы ужасов Литературы о вампирах и прочих страшных и непонятных вещах А может быть в тот момент Сандра удовлетворилась бы любой энергетической подпиткой Ведь совсем не секрет, что половина из нас доноры А половина нуждается в энергетической подпитке То есть являются вампирами Не, я думаю, что ей именно кровь нужна была Остальное ее как-то не удовлетворяет Это ведь обычное дело Живут муж и жена Прекрасные отношения, любят друг друга Один из них донор, другой энергетический вампир Ну потому у них прекрасные отношения Хорошие ли отношения между вами? Хорошие Хорошие А как вы понимаете выражение Пить у кого-то кровь? Если слышите это в бытовом разговоре Я бы, наверное, очень удивилась И посмотрела бы, а кто это вообще Такое мог сказать Вы это выражение понимаете буквально? Несмотря какой интонацией оно сказано Анжела, вы подруги Вот такое распределение ролей Вампир, донор Вас устраивает? У меня устраивает У меня пока тоже Значит, все удовлетворены Рекламная пауза Чтобы обложить подругу героине шок-шоу Анжеле не страшно не поранить себя Не дать свою кровь Она не воспринимает вампиризм всерьез Но отношения с подругой для нее святы Сандра, а скажите А какая кровь вас больше возбуждает? Кровь мужчины или кровь женщины? Возбуждает? Вызывает желание? Ну, наверное, все-таки женщины Правильно ли я поняла о вас в таком случае Что и в интимных отношениях, в любви Вы предпочитаете женщин? Да, после небольшого количества мужчин Я все-таки предпочитаю женщин Значит, вы с Андрой близкие подруги И в интимном плане? Да А у вас не бывает желания До крови укусить свою подругу Чтобы испытать больше удовольствия? Нет Тут, понимаете, точно неизвестно, кто кого кусает А до крови можете укусить? Нет, до крови я не кусаю Сандра, а вы в детстве любили кусаться? Обожала Меня из садика перевели в другую группу Потому что я закусала всех Недавно еще укусила молодого человека Очень хорошо Серьез? Да До крови? До крови Почему? Ну, там было за что Нет, просто была лига, да Вот мы остались как-то вчетвером Ну, двое возле костра уже допраздновались До той стадии, когда праздник уже не идет Вот А ему еще было весело Вот А мне уже было скучно С ними Потому что я мало что пью Вообще мало пью Кроме крови? Я имею в виду из алкоголя Кроме крови Да Вот Мне было очень грустно Вот он сказал, что пошли все Типа 6 часов утра Пошли искать папоротник Я говорю, знаешь, милый, не подходи Даже Ищи, говорю, народу много Костров много Ищи Он, нет, я хочу с тобой В общем, он меня сгреб в охапку Руки, ноги прижал И понес В лес Я говорю, поставь, больно будет Он говорит, нет Я говорю, поставь, я тебе серьезно Говорю, больно будет Он говорит, что ты мне сделаешь Ну, я укусила за плечо Ну, так, хорошо укусила Вот он потом сидел и все переживал Боже мой, как я своей невесте покажусь А у него такой синяк хороший был А вы были тогда в состоянии аффекта Или контролировали свои действия? Нет, он меня очень сильно разозлил Вот такая злость была прямо А вообще, вы можете себя контролировать? Вот вам захотелось укусить? Укусили Захотелось крови? Попили? Нет, вообще-то я себя контролирую Ну, бывает так, что захотелось И если человек позволяет Могу укусить, могу крови попить Если он не против Ну, умение себя контролировать Может пригодиться и в жизни, и на работе Кто в профессии? Ну, в данный момент работник медицины Вы работаете в медицине? Да Сандра, а не связано ли это с тем, что там Есть всякие процедуры, связанные с кровью Переливания, уколы? Вообще, для себя, да Я туда пошла только потому, что Я не могла видеть спокойно кровь До этого момента, да До моего ухода в училище такого Серьезного Мне становилось... Мне могло стать плохо на улице Просто от капелек на асфальте Факт остается фактом Мне было бы дурно У меня бы все равно Был испорчен весь день Оставшийся Я бы ни о чем другом уже не думала Поэтому я решила, что мне надо идти Насмотреться вот так вот Чтобы на всю жизнь отбила охоту На всякие, на кровь, на гнойные раны Ну, самое то, медицину Сандра, а зачем так осложнять себе жизнь? Не проще ли купить бутылку крови На станции Переливания И пользоваться, когда Есть нужда в этом Станция Переливания Это, конечно, хорошее дело Но как я им объясню Вообще Я вот думала об этом Да, конечно, здорово прийти в станцию Переливания И сказать Вы знаете, я вампир, мне нужна кровь, да Петрика полтора, пожалуйста И потом консервированные Не знаю Вряд ли мне это понравится Все-таки живая кровь у нас живая кровь Она и горячая, и вкусная Консервированные, это так Суп-продукт С добавкой Но он невкусный Сандра, идя на передачу У вас не было тайной мысли Что среди тех, кто увидит эту передачу Вы найдете для себя новых доноров Скорее, новых друзей Для вас я чувствую это одно и то же Совсем Значит, такая мысль была? Ну, немножко, да Анжела, а вы не ревнивы? Если Сандра найдет себе новых друзей И новых доноров Вы не опасаетесь за свои отношения? Я ее закусаю Сандра, а вы гордитесь Или стыдитесь того, что считаете себя вампиром? Раз уж так получилось Лучше об этом молчать Гордиться мне тут нечем Лучше быть нормальным человеком Без этих жутких спазмов А стыдиться Стыдиться самой себя Ну, если я такая Ну, что я могу сделать? Кто хочет, тот примет меня такой Какая я есть И поэтому вы пришли на передачу Чтобы сказать всем Я такая, какая я есть И принимаете меня такой Да Скажите, Сандра А в ваши жизненные планы Входят иметь ребенка? Да Входят И как вы намерены их осуществить? Я пролумаю Вы ведь любите тех, кто дает вам кровь Конечно, не исключено, что найдется мужчина Готовый отдать за вас свою кровь И тогда все может кончиться Как в счастливой сказке Они жили долго-долго Были счастливы и умерли в один день Такое может быть? Нет, вряд ли Почему? А я своего донора на других не променяю Но с этим вашим донором Иметь ребенка вы не сможете Я понимаю Потому что необязательно искать ребенка Именно с донором Если мне будет очень надо То я найду Еще сделаю так, чтобы он был похож Сандра высказала тайное желание Что среди тех, кто ее увидит и услышит Найдет новых друзей А значит и новых доноров Среди нашей публики Есть ли такие люди, которые готовы были бы Из сострадания, из желания помочь Стать таким донором? А сколько вы платите за это? Если у вас донор нашелся бы Платили бы за это, нет? Вы готовы за деньги это делать? А естественно, а что бесплатно? Ах вот так Сейчас нет таких, чтобы бесплатно Я бы не платила За такое количество крови Я думаю, платить мне стыдно А почему? Что бы вас остановило? В конце концов, даже любовь покупают за деньги? Ну не знаю Я бы, наверное, все-таки предпочла Познакомиться с этим человеком Поближе А потом бы уже платить Но все-таки вы согласны были бы платить? Ну если бы ему так это было необходимо А мне бы тоже это было очень необходимо На тот момент Почему бы и нет? Но только один раз На второй меня бы уже не хватило Значит, в принципе На ваш вопрос получен положительный ответ А сколько, извините, Сандры, литров Вы в день можете этого человека взять? В день? Да Два миллилитра Вам зачем больше? Сандре, этого достаточно Пожалуйста Вы знаете, не хочу вас не обидеть, но ничего Вот я вот так слышу Вам не кажется, что здесь какая-то Чисто психическое Психическое отклонение от нормы? Я подтвердю, что я абсолютно здорова Окей, а просто я так вот шокируюсь Некоторые вещи Так иногда слышишь Я тоже думала, что это психологическая проблема Или психическая проблема Но, вы знаете, когда болит живот Когда вас скручивает На психику это уже не похоже Я хочу вам напомнить, что вы на передаче Которая называется «Шок-шоу» Шокированы вы и должны быть Спасибо Раньше как-то говорили, что вампиров Вот людей, которые пьют кровь Отпугивает очень запах чеснока Правильно ли это? Чеснок не люблю И никогда не употребляете его в пищу? Нет, никогда Нет, один раз у меня была такая идея Попробовала я чеснока Как мне было потом плохо Это не передать словами Запах, ну не знаю Запах-то я переношу Ну что, что делать-то? По рынку-то надо ходить тоже А вот насчет, чтобы есть Это нет Анжела, значит ли это, что и вы никогда не употребляете чеснок в еду? Я употребляю иногда Раньше больше ела, а теперь приходится реже Ничего шокирующего здесь не вижу Ах вот так? Да, потому что я был свидетелем такой картины Когда резали свинью, да И теплая кровь лилась И тот свинорец, который это делал Пил эту кровь У каждого человека свои пристрастия Поэтому я никого не хочу осудить И никого быть за И еще единственное я хочу посоветовать Главное, что если вы считаете себя вампиром Чтоб не было, как в этих книжках Насильственный донор был Как говорят классики Кровь животных несовершенна Александра, скажите, пожалуйста Есть ли у вас друзья-вампиры? Ну, скажем так Друзья, которые Могут сказать, что да, я вампир Но Были Похоже, что там как раз был тот случай Когда энергетический вампир А я ничего не могу сделаться Я выступаю в роли донора Я так устала от них, что мы разошлись Значит, и вы, Сандра Побывали в роли донора? Да, конечно А как ваши родители относятся к тому Что вы пьете кровь своих друзей? Они не знают, чью кровь я пью Вот Но этот сам факт им известен? Сам факт им известен, да И они сказали, что Сначала говорили, что это возраст Сейчас сказали, делай, что хочешь Смирились? Да Просто относятся так, как к факту И единственное, что мне говорили, не афишили Потому что тебе это не надо Но я это знаю, что мне это не надо Но тем не менее, вы не послушались своих родителей И говорите об этом, в общем, всему миру Ну В какой-то степени, наверное, да Что вы начали первое дело? Встречаться с женщинами или пить кровь? Интересный вопрос Сейчас я вспомню Нет, наверное, пить кровь таки начала раньше Нет, наверное... Мог бы ли я дать свою кровь? Не знаю Если бы не сумел сдержать свой первый импульс Наверное, придушил бы Того, кто предложил мне это Я вам честно говорю, да? Вот По поводу чеснока вы сказали, что Относитесь с отвращением Вот эти традиционные книжные средства Серебро, святая вода, крест Верующий ли вы человек? Скорее, верящий Во что? В Бога А серебро, вот кресты То, что вы говорили Это на меня не влияет С удовольствием ношу и носила бы И кресты, и серебро А вы не пытались, кстати Когда в тот период, когда еще испытывали Какие-то моральные мучения По поводу того, что вы себя осознали Вампиром Обратиться за помощью в церковь Пыталась И что? Не помогло Я хочу обратиться Ко второй участнице нашей программы Вот Анжела Как вы себя ощущаете В своей настоящей роли И какие ваши жизненные планы В связи с этим? Ну, если она со временем Перестанет употреблять у меня кровь Это будет хорошо Ну, в принципе Я не отказывалась быть донором Сандра, какое чувство у вас возникает При просмотре видеофильмов Про вампиров? Обычно никакого Обычно мне смешно на них смотреть В всяком случае Это очень далеко от моей действительности Поэтому мне весело Всю жизнь веселилась На фильмах ужасов Извините, в старости Вы будете брать молодую кровь У своих детей или у друзей? Я думаю, к старости Это пройдет Анжела, а вы бы сами хотели мать детей? Ну, если честно, то не очень Потому что детей нужно одевать Обувать, кормить А мне пока не могу Если Сандра осуществит свое желание И будет иметь ребенка Это будет ваш общий ребенок Вы будете его вместе воспитывать? Такое возможно? Вполне возможно Скажите, пожалуйста, Сандра Если у вас после этой передачи появится подруга Которая будет лучше, чем Анжела И тоже будет давать вам кровь Сможете ли изменить тогда Анжеле? Вряд ли Нет Кровь пить буду А изменять нет Сандра, вы вполне обычный человек Например? Например, да Психика каждого человека Может породить любые фантазии Как у Гои Сон разума рождает чудовищ И чем эти фантазии необычные Тем больше они привлекают внимание Счастливых снов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ